Бывший президент Грузии Саакашвили обратился к главе Беларуси через социальную сеть Twitter. Саакашвили попросил белорусского президента не отправлять свои войска на войну с Украиной. «Лука, я никогда не давал тебе плохих советов. Если вы введете войска в Украину, то через месяц максимум вы уже не будете у власти и кончите очень плохо. Ваша судьба не имеет значения для Путина, знаете ли», — написал Саакашвили. На зимнем процессе в Тбилиси Михаил Саакашвили заявил, что во время своего президентства тайно летел в Великобританию и встречался там с Александром Лукашенко. Он пытался убедить его не признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. Кстати, в Беларуси части вооруженных сил были выведены из мест постоянной дислокации в учебные городки. Об этом сообщает оперативная информация Генштаба ВСУ. В направлении на Полесье противник продолжает обстрел населенных пунктов и не ведет активных наступательных действий. Большая часть белорусской армии не желает принимать участие в войне на стороне РФ. Об этом в интервью заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя возможную угрозу для Украины со стороны Беларуси. Ни одна страна, по его мнению, не может отправить своих солдат в таком моральном состоянии, как белорусская армия, на выполнение тех или иных задач, считает советник президента Офиса президента. Он также отметил, что Украина до сих пор не видит прямых признаков того, что Беларусь готовится ввести свои войска на наши территории. Я даю шанс 20-15%, что это произойдет, пока мы видим плановые учения белорусской страны, плановые ротации на нашей границе. Прямых признаков того, что белорусская армия готовится к действиям на территории Украины, пока нет, сказал Арестович. Кстати, Великобритания ввела дополнительный 35-процентный тариф на ввоз наиболее важных товаров по внешней торговле Беларуси. Напомним, что с началом российского военного вторжения в Украину, в том числе на территории Беларуси, многие государства начали вводить санкции против стран-агрессоров. Ограничения затрагивают не только людей, но и компании, банки и целые отрасли экономики. Например, физическим и юридическим лицам ЕС теперь запрещено предоставлять брокерские услуги, техническую помощь, финансирование или финансовую помощь компаниям в секторах калийной, табачной, цементной, лесной, металлической и резиновой производств. Последнее ограничение очень существенно, поскольку оно распространяется на производные финансовые инструменты и перестрахование. Запрет на техническую помощь также имеет последствия для логистики, препятствуя доставке белорусского экспорта в третьи страны через транспортные узлы ЕС.